Каждая секунда на счету, как и в реальной жизни. В Саратове прошли соревнования по пожарному биатлону. Участники – сотрудники девяти пожарных частей из разных районов области. Состязались в меткости поражения мишени струей воды, а также скорости выполнения всех этапов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Условия испытаний приближены к реальным. Все этапы сотрудники МЧС проходят в своей ежедневной работе. Десятикилограммовую амуницию надевают на время. Справиться с заданием быстро получается не у всех. Расчет по машинам и впереди скоростное маневрирование. Здесь ключевая фигура – водитель. Полоса препятствий, которые нужно преодолеть, ничем не отличается от повседневной. Змейка, колея и въезд на стоянку. Пройти эти препятствия, управляя 16-тонным КАМАЗом, водитель должен не снижая скорости. Это вообще водительский этап, можно сказать. Этап показывает водительское мастерство. Ну и, конечно, на 90% зависит от водителя. Ну, самый сложный, конечно, элемент был для меня лично пройти колею. Вот, с чем я немного не справился, что страшно наебало получил. Ну, волнение, видимо, сказалось. Немножко не справился, поторопился и задел ограничивающие конусы. Самый зрелищный этап пожарного биатлона – работа с лафетным стволом. Задача участников – сбить три мишени с условным огнем. Именно этот этап и определил название соревнований. Теперь необходимо пополнить запасы воды в пожарной машине и справиться с последним заданием – спасти пострадавшего из огня. Манекен весом 70 килограммов спасатели спускают с четвертого этажа горящего здания. Несмотря на то, что пострадавший условный, обращаются с ним как с настоящим. Должна быть зафиксирована голова, ноги и дополнительный узел вяжется. Это через страхующий карабин и спускается вниз. То есть, пострадавший должен находиться в одном положении. Соревнования по пожарному биатлону в нашей области проходят уже второй год. За звание лучших пожарных биатлонистов на этот раз борются девять команд из пожарных частей региона. Мы сейчас здесь имитируем как раз работу пожарных в обычной жизни. Вот они занимаются чем-то, сигнал тревоги, они одевают боевую одежду, прыгают в машину, несутся по пробкам, по узким проездам между всех офисов и прочее. Потом тушат, работают, несмотря что жара, они должны быть в теплозащитной одежде, чтобы не пострадать. Испытания спасатели преодолели с легкостью. Лидирующие места разделили пожарные части номер 1, 5 и 23. Они показали не только лучшее время, но и полную готовность к выполнению ежедневных задач.